Там вроде типа пирс. Мужчина попросил не называть его имени и не показывать лица. В минувшие выходные он отправился с семьей на пляж в Боровой Матюшина. Сын попросил научить нырять, выбрали пирс, вот только глубину не рассчитал. Ребенку хватило места нырнуть. Может, с ладатиком прыгнул, а я прыгнул головой вниз. Ну вот, то ли об воду дарился, то ли об дно. В результате удара об дно ноги онемели. Молодой человек, вероятнее всего, ненадолго потерял сознание. Повезло, что рядом была жена, которая вытащила из воды. Помогли ей очевидцы. А дальше скорая, реанимация, диагноз страшный. Смещение и перелом шейных позвонков. Шейный отдел позвоночника, он самый нежный, самый хрупкий в нашем организме. Поэтому желательно не подвергать его никаким рискам. И самые большие осложнения он дает. Хорошо, что у этих пациентов были рядом родственники и близкие, которые помогли им выбраться из воды. Потому что, когда получается удар головой об дно и ломается шея, отказывают руки либо ноги. А бывает и то, и другое вместе. Эта травма очень серьезная и требует операции. Ежегодно, как рассказали врачи, с подобной проблемой в реанимацию попадает около 10 человек. Все прыгнули в воду. Специалисты напоминают, даже выставленные вперед руки не помогут. Часто достаточно встречается. Мы же говорим, прыгали же не головой вниз, руки ставим. Получается удар в плечи, потому что руки не согнуты, не пружинят. Удар в плечи и шея идет вперед, она ломается. Зачастую любителям экстремальных прыжков даже не нужна тарзанка. Многие используют деревья у воды, такие как, например, позади меня. Как рассказали врачи, чаще всего жертвами таких прыжков становятся именно дети, потому что они не проверяют состояние дна. Прыгают, кстати, абсолютно в разных местах. Одно из самых популярных – глубокое озеро. Но там и глубина позволяет. Кстати, помимо травм шейного отдела, часто встречаются травмы конечностей. На дне могут лежать разбитые бутылки и прочий мусор. В экологический двухмесячник, конечно, очищают водоемы, но далеко не все. Поэтому перед прыжком все же лучше проверить, куда приземляться будете. Артем Логвинов, Александр Царегородцев, Телеканал ФИР.